Спасибо огромное, глубоко уважаемый Вадим Владимирович, глубоко уважаемая Анастасия Викторовна, во-первых, за то, что вы пригласили меня на эту сессию, потому что для меня это такой неожиданный опыт, в том числе и анализа тех данных, которые есть у нас, и анализа тех данных, которые есть в принципе в мире по этому вопросу. Я благодарю, безусловно, всех присутствующих, которые в столь позднее время, в последний, это пятый день конференции, уже если мы вспомним прикурсы, имеют возможность слушать доклады. И мне бы действительно хотелось поговорить немножко об опухолях головы и шеи у ВИЧ-инфицированных пациентов. И самый главный вопрос, который мы на сегодняшний момент задаем, являются ли ВИЧ-инфицированные пациенты уникальными в отношении лечения, диагностики и возможной тактики ведения при наличии у них злокачественных поражений органов головы и шеи. В принципе, если мы говорим об общей популяции пациентов с опухолями головы и шеи, то это всего 5% среди всех злокачественных новообразований. Но, к сожалению, по структуре смертности мы занимаем достаточно высокое место. Практически, если мы говорим о статистике, половина тех пациентов, которые были зарегистрированы в текущем году как заболевшие, половина из них, к сожалению, погибнет. И это достаточно катастрофические цифры. Они говорят о том, что эту категорию пациентов нужно активно выявлять, активно диагностировать и активно лечить. И так это достаточно сложная когорта пациентов. Но если данное заболевание еще и ассоциировано с ВИЧ-инфекцией, то здесь мы вообще впадаем в некоторый ступор, потому что у нас возникают вопросы, а можем ли мы проводить стандартную диагностику, а можем ли мы проводить стандартную терапию, которая для опухолей головы и шеи является достаточно агрессивной. Как хирургическая тактика, так и лекарственная терапия, совмещенная с лучевой терапией, это всегда большие дозы цитостатиков, это всегда большие дозы облучения. Что нам делать и есть ли какие-то особые подходы к пациентам, у которых в качестве коморбидного статуса выявляется ВИЧ-инфекция. Безусловно, если мы говорим о каких-то научных предпосылках, иммунная система в принципе сама по себе играет достаточно значительную роль в развитии опухолей головы и шеи. Клетки опухолей головы и шеи научились избегать иммунной системы за счет продукции иммуносупрессивных медиаторов и стимуляции иммуномодулирующих агентов. И опухоль эпителиальная крайне хорошо влияет на микроокружение и за счет этого влияния способствует пролиферации и дальнейшему развитию опухолевой массы. Действительно важным фактором биологии опухолей головы и шеи является его HPV-ассоциация, ассоциация с вирусом папилломы человека. Если мы говорим о опухолях орофарингеальной зоны, то здесь ассоциация достигает действительно высоких цифр практически, действительно может быть 50%. Но есть и другие локализации, такие как полость рта, гортань, гортана, глотка. Здесь, к сожалению, не такие показатели оптимистичные, потому что мы все прекрасно понимаем, что HPV-ассоциация – это, в принципе, благоприятный прогноз течения заболевания. Но на сегодняшний момент достоверно зарегистрировано, что до 20% опухолей гортани, до 20% опухолей гортана, глотки и полости рта также имеет свою ассоциацию с вирусом папилломы человека и, соответственно, имеют те благоприятные факторы прогноза, которые есть у опухолей орофарингеальной зоны. Поскольку HPV-ассоциация – это не только благоприятный прогностический фактор, но это отличный фактор предиктора ответа на проводимую лекарственную лучевую терапию, поскольку эти опухоли достоверно лучше реагируют на проводимое лечение. Еще один важный момент биологии – это инфильтрация самой опухоли CD8-цидотоксическими лимфоцитами. Выживаемость также будет зависеть от инфильтрации. Чем больше инфильтрация, тем лучше реакция опухоль на терапию. И те пациенты, которые имеют высокоинфильтрированные опухоли, также имеют лучшую выживаемость при правильных подходах к лечению. Мы все прекрасно понимаем, что у вечно инфицированных пациентов происходят какие-то сбои, которые приведут и к изменению биологии опухоли, и к изменению, вероятно, ответа данных опухолей у данной когорты пациентов на стандартно проводимую терапию. Так вот, основной задачей, которую я для себя вижу как клинический онколог, это определить те показания для диагностики и лечения этой когорты пациентов, чтобы лечение у них было столь же эффективным и менее токсичным за счет наличия такого состояния. Есть ли особенности в заболевании? Давайте разберемся для начала. Если мы говорим о мировых данных, то из последних результатов, которые я нашла, во Франции был произведен опрос 141 клиники, которая занимается лечением и курацией ВИЧ-инфицированных пациентов. 75 клиник согласились принять участие в опросе и в анализе данных. Результаты были представлены в 2017 году. И если мы посмотрим на те результаты статистические общие, которые были проанализированы по тем пациентам, которые имели ВИЧ-инфекцию, ассоциированную с плоскоклеточным раком органов головы и шеи, то это были приблизительно одинаковые пациенты одинакового возраста. Это были пациенты, у которых время между регистрацией ВИЧ-инфекции и регистрацией плоскоклеточного рака органов головы и шеи было также приблизительно одинаковое. локализации были те же. Единственным минимальным различием, пожалуй, была медиана возраста, при которой возник плоскоклеточный рак органов головы и шеи. Те пациенты, которые имели ВИЧ-инфекцию, они оказались в рамках данного исследования на 10 лет моложе, чем пациенты с ПРГШ в общей популяции. Имеет ли этот факт какое-то значение? Ну, вероятно, только для усиления каких-то скрининговых методов, но которые на сегодняшний момент, я надеюсь, будут усилены за счет тех работ, которые проводят в том числе и мои коллеги. И если мы посмотрим внимательно на данную таблицу, то мы видим достаточно большой промежуток времени, который проходит между регистрацией самой ВИЧ-инфекции, между началом терапии, возможно, и возникновением у данного пациента опухоли головы и шеи. Собственно, о том, почему я вас прошу обратить внимание на этот факт, я скажу чуть позже. Если мы посмотрим на пик заболеваемости именно орофарингеальным раком и, в общем-то, раком полости рта у ВИЧ-инфицированных пациентов. В данном исследовании эти пики пришлись приблизительно на 2012 год. С чем это связано, сказать на сегодняшний момент сложно, но тем не менее. Исследователи не остановились просто на сборе общих статистических данных, они провели поданализ и разделили пациентов условно на две группы. Первая группа пациентов, у которых опухоли головы и шеи возникли до 1996 года, как они пишут в своей работе, до эры комбинированной РВТ, а вторая группа пациентов заболела опухолями головы и шеи после 1996 года. И если мы посмотрим на эти данные сравнения, то мы увидим, что и возраст регистрации ВИЧ с течением времени начинает повышаться, это уже не такие молодые пациенты, как были раньше, и половой путь передачи на сегодняшний момент также начинает превалировать над, например, инъекционным. И самая главная проблема, которую они увидели, это медиана времени между регистрацией ВИЧ и регистрацией злокачественного новообразования челюстной лицевой области сократилась практически в три раза. Если до 1996 года пациенты заболевали приблизительно через 19 лет после регистрации ВИЧ-инфекции, то после 1996 года этот период сократился до 7,5 лет. С чем это связано, сказать сложно. Это нас может заставить только усилить скрининг тех злокачественных новообразований, в том числе опухоли головы и шеи, которые в принципе не являются ассоциированные с ВИЧ, но тем не менее встречаются у данной популяции пациентов. Если мы посмотрим те данные, которые мне удалось проанализировать, касаемо нашего лечебного заведения, а я являюсь клиническим онкологом городского онкологического диспансера Санкт-Петербурга, то с 2011 года у нас было пролечено противоопухолевым лечением 202 пациента, из них 13 пациентов имели злокачественное новообразование органов головы и шеи. И если мы посмотрим относительные цифры, то заболеваемость у ВИЧ-инфицированных плоскоклеточным раком головы и шеи в общем-то не отличалась от таковой общей популяции пациентов. И особенной разницы мы не отметили. К слову сказать, все наши пациенты получали АРВТ, поскольку это на сегодняшний момент является стандартом в нашем городе, это первый пункт. Второй пункт, мы активно сотрудничаем с Анастасией Викторовной и понимаем, что проведение никакого противоопухолевого лечения не будет столь эффективно, если наши пациенты АРВТ не получают. Поэтому напрашивается закономерный вывод, что пациенты с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции, у которых есть плоскоклеточный рак головы и шеи, это в принципе одни и те же пациенты. Есть ли какие-то особенности в диагностике плоскоклеточного рака головы и шеи у пациентов с ВИЧ-инфекцией? Большой анализ, который был представлен японскими коллегами в 2018 году, составляет анализ данных 158 пациентов в целом. Все пациенты имели диагноз плоскоклеточный рак органов головы и шеи. Пациенты были косвенно разделены на две группы. Одна группа ВИЧ-инфицированных пациентов, туда вошло 20 человек. Вторая группа ВИЧ-неинфицированных, естественно, это группа контроля. И из тех пациентов, которые удалось оценить, были отобраны пациенты, у которых возможно было проведение ПЭТ-КТ и анализ лимфатических узлов по результатам ПЭТ-КТ с 18-тор-дезоксиглюкозой. Было оценено всего 22 лимфатических узла у пациента с ВИЧ-инфекцией и плоскоклеточным раком головы и шеи. 61 лимфатический узел у пациентов, у которых ВИЧ-инфекции не было, но был только плоскоклеточный рак органов головы и шеи. Основным вопросом, которым задавались исследователи, был вопрос, а есть ли разница между теми лимфатическими узлами, которые являются метастатическими от плоскоклеточного рака, и теми лимфатическими узлами, которые являются, собственно, следствием возможного прогрессирования ВИЧ-инфекции. Посмотрите, пожалуйста, картинки. Если мы посмотрим результаты ПЭТ-КТ и КТ, мы, в общем-то, видим приблизительно одни и те же рисунки, одни и те же округлые образования, одно и то же свечение. И если посмотреть внимательно и углубиться, в общем-то, в результаты этого исследования, то это результаты пациента, у которого есть плоскоклеточный рак головы и шеи, и ВИЧ-инфекция, и лимфатические узлы. Прошу прощения, здесь ошибка в слайде, я только сейчас об этом сообразила, что это не без МТС и СМТС, это метастатические лимфатические узлы у пациентов, которые имеют ВИЧ-инфекцию, и у пациента из контрольной группы. Никакой разницы даже визуальной мы здесь абсолютно не видим. То есть диагностически данные пациенты являются, в общем-то, идентичными. Если мы попытаемся сравнить лимфатические узлы метастатические и неметастатические у группы пациентов с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции, мы увидим абсолютно стандартную разницу. Метастатические лимфоузлы и по данным КТ, и по данным ПЭТ-КТ будут отличаться от нормальных лимфатических узлов у пациента без ВИЧ-инфекции и от лимфатических узлов у пациента с ВИЧ-инфекцией, если у него нет, естественно, обострения. Если мы попытаемся посмотреть по-другому, То вот еще раз говорю, никакой разницы, если мы будем сравнивать одинаковые группы лимфоузлов, мы между группами пациентов не увидим. Иными словами, никаких клиникорентгенологических особенностей у пациентов с опухолями головы и шеи, имеющих в своем анамнезе ВИЧ-инфекцию, никакой разницы нет. Это те же пациенты с опухолями головы и шеи, которыми мы можем достоверно использовать те же диагностические методы для попытки выявления распространенности опухолевого процесса, определения состояния пути регионарного метастазирования и отдаленного. Что касается молекулярных биомаркеров. Два обзора, которые меня заинтересовали, это два обзора, естественно, наших американских коллег. Один обзор университета Джорджии, где было обследовано 84 пациента, поделенные на две равные группы. Одна группа пациентов, имеющая ВИЧ-инфекцию, другая группа пациентов, ВИЧ-инфекцию не имеющая. Были произведены оценки молекулярных биомаркеров, которые, в общем-то, часть из них является стандартными биомаркерами для определения прогноза течения плоскоклеточного рака головы и шеи. Некоторые биомаркеры были взяты, вероятно, с научным интересом, но, тем не менее, получили разницу только по одному биомаркеру, который, в общем-то, не является особо специфичным для плоскоклеточного рака головы и шеи у пациентов в третьей-четвертой стадии заболевания. Иными словами, данное исследование также нам говорит, что те пациенты, которые имеют ВИЧ-инфекцию по РГШ, имеют тот же биологический профиль, что и пациенты без сопутствующей ВИЧ-инфекции. Если посмотреть ассоциацию общей выживаемости и сравнить общую выживаемость у тех пациентов, которые ВИЧ-инфекцию в своем анамнезе имеют с теми, кто является здоровым по этому признаку, то никакой разницы в общей выживаемости не получено. Эти пациенты, несмотря на то, что кривые расходятся, достоверной разницы по показателям общей выживаемости не имеют, если они имеют плоскоклеточный рак головы и шеи и получают адекватное лечение. Никакой разницы в уровне экспрессии биомаркеров. Были выявлены на основе этих биомаркеров факторы неблагоприятного прогноза, которые, в общем-то, являются такими же неблагоприятными факторами прогноза и для обычных пациентов, имеющих опухоли головы и шеи. Это уровень опухоли гортания, высокая экспрессия супрессивных цитокинов. Пожалуй, единственным фактором, который относится непосредственно к ВИЧ-инфицированным пациентам, это уровень CD4 клеток меньше 200 клеток в микролитре, но это скорее возможное показание к проведению адекватного лечения, нежели самостоятельный негативный прогностический фактор. Фактором благоприятного прогноза была выявлена ассоциация с вирусом папиллома человека. В общем-то, такой же благоприятный фактор имеется и у опухолей, не ассоциированных с ВИЧ. Еще одно исследование университета Мичигана. Здесь приблизительно такое же количество больных. Вот такую вот панель они смотрели. И никакой разницы между пациентами, имеющими ВИЧ-инфекцию и не имеющими ВИЧ-инфекцию, но имеющими плоскоклеточный рак головы и шеи, ученые не получили. Поэтому однозначно можно сказать, что никаких диагностических особенностей у этой когорты пациентов нет. Единственная разница, которую получили в рамках данного исследования, это разница выживаемости у тех пациентов, у которых была повышена экспрессия белка Т53. Но это и так понятно, поскольку повышение экспрессии данного белка является неблагоприятным фактором в общей когорте пациента. Есть ли какие-нибудь особенности в лечении пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, имеющим ВИЧ-инфекции? Я как клинический онколог, без подготовки к этому докладу и без того опыта, который у меня на сегодняшний момент имеется, вероятно бы сказала, да, есть. Возможно, я вынуждена снижать дозы, возможно, я не могу проводить полный курс лучевой терапии. Но на самом деле, если мы коснемся анализов и коснемся тех данных, которые на сегодняшний момент имеются, мы поймем, что это немножечко не так. Есть несколько данных американских коллег, которые, например, сравнивали токсичность и эффективность химиолучевой терапии, которая является одним из основных методов лечения опухоли головы и шеи, у пациентов, которые имеют ВИЧ-инфекцию на фоне развития опухолевого заболевания. И что приятно, в этом исследовании они проводили химиолучевую терапию с использованием полных доз цисплотина, то есть это было высокодозное введение препарата, 100 мг на метр квадратный. И если мы посмотрим те характеристики, которые относятся только к пациентам ВИЧ-инфицированным, то, в общем-то, количество клеток CD4 у них было нормальное, то есть больше 200, хотя была группа пациентов, у которых были клетки меньше 200, возможно, это служило каким-то неблагоприятным фактором, но тем не менее там два пациента достаточно быстро запрогрессировали. И вирусная нагрузка, в принципе, у большинства пациентов была подавлена. Если мы говорим о характеристиках лучевой терапии, то всем пациентам была проведена абсолютно адекватная лучевая терапия в адекватных дозах с адекватной длительностью. Перерывы в лечении были средние, укладывающиеся в те рамки перерывов лечения, которые есть и в общей когорте пациентов. И если оценить те токсические эффекты, которые были получены в результате столь токсического лечения у пациентов, имеющих помимо плоскоклеточного рака головы и шеи еще и ВИЧ-инфекцию, эти токсические эффекты были абсолютно такими же, как и те эффекты и частота их встречаемости у пациентов в общей когорте. Поэтому профиль токсичности стандартной лучевой терапии, стандартной химио-лучевой терапии у пациентов, имеющих ВИЧ и плоскоклеточный рак органов головы и шеи, никоим образом не отличается. Поэтому в заключении мне бы действительно очень хотелось сказать, что ни заболеваемость, ни диагностические особенности, ни эффективность проводимого лечения не может быть у ВИЧ-инфицированного пациента какой-то другой по сравнению с тем пациентом, который ВИЧ-инфекции не имеет, но имеет плоскоклеточный рак органов головы и шеи. Возможно, у тех пациентов, у которых в рамках сопутствующей, в плане сопутствующей патологии мы видим индекс B21-B24, мы должны иметь какие-то адекватные состояния для проведения адекватной противоопухолевой терапии. Наверное, уровень CD4-клеток у них должен быть больше, чем 200, у них должна быть подавленная вирусная нагрузка и у них должна быть назначена адекватная антиретровирусная терапия. Но я очень рада, что мы практически всегда имеем возможность посоветоваться и между собой, и с инфекционистами, поскольку цель у нас одна, и мне бы хотелось, чтобы мы шли рядом, поэтому именно от этого зависит тот эффект, который мы получим при лечении наших пациентов. Спасибо огромное за внимание. Очень и очень и очень большое спасибо Светлане Игоревне. Наш человек. И смыслово, и идеологически, и в заключении, вот лично я, ну превзошли все мои ожидания. Первый раз вот мы контактируем, не готовились до заседания, так же ведь? Не договаривались, я имею в виду, готовились, серьезно готовились, но не договаривались. И мне очень и очень понравилось. Я не знаю, как вам. Коллеги, вопросы есть? Ну, понятное дело. Анастасия Викторовна. Вопрос. Даете ли вы профилактику инфекции бисептула, цикловир, флюконозол на фоне химиотерапии? И привязываете ли вы эти данные к уровню СИД-4 лимфоцитов? Спасибо огромное за вопрос. Нет, в рутинной практике не даем. Я понимаю ваше возмущение в этом отношении, да, но, возможно, пока мы не получили каких-то серьезных осложнений, поскольку пациентов у нас не очень много было. Наверное, вот еще раз говорю, именно вот эта вот коллаборация, которая возможна между нами, между онкологами и инфекционистами, позволит нам еще больше улучшить качество лечения, качество проводимой терапии. Я, в принципе, в этом отношении вас услышала еще в октябре, когда слушала ваш прекрасный доклад на конференции городского онкодиспансера. Поэтому мы об этом задумываемся, и я надеюсь, что идти мы будем все-таки вместе. И мне бы хотелось поблагодарить нашу уважаемую председателя. Я действительно, я читала, за столь высокую оценку моего доклада, я читала ваши работы, работы ваших диссертантов, и мне просто хотелось соответствовать. Спасибо. Неожиданно. Еще вопросы есть? Анастасия Викторовна, будьте снисходительны. Светлана Викторовна только вступила на этот непростой путь, а вы уже такие вопросы задаете специфически. Она, по-моему, очень корректно задает, очень хорошие вопросы задает. Светлана Игоревна, я правильно поняла, что у вас, как бы, это не специально отобранная группа. То есть вы рассказывали о пациентах, которые, в принципе, в рутинной практике к вам попадали, и вы сами сказали, для вас это неожиданно было. То есть это просто пациенты, это клиника, где больных, в принципе, много, город огромный, вы их вынуждены лечить. То есть это не специальная какая-то отобранная группа, это не те пациенты, которых вы подбирали в какую-то научную работу и так далее. То есть вы сделали анализ пациентов, которых вы были вынуждены лечить в течение последних несколько лет. Правильно? Да, спасибо огромное, Леонид Викторовна. Да-да-да, это именно ретроспективный анализ всей когорты пациентов и чинфицированных пациентов. Это никакая не отобранная группа. К ним подход был ровно такой же, как и ко всем остальным пациентам. Поэтому, возможно, какие-то данные мы смогли посмотреть по уровню CD4 клеток и то РВТ, которое они получают, но более глубоко пока мы их не прорабатывали и, естественно, ни о каких проспективных исследованиях пока не говорили. Но, тем не менее. Да, я надеюсь. И у меня еще маленькая ремарка. Пока вопросы, если будут еще. Вот Светлана Игоревна сейчас развенчала несколько мифов в отношении диагностики, подходов, результатов лечения и некоторые другие. И если у вас вот так же успешно осуществляется написание статей, я очень прошу написать вот по мотивам этого доклада, может быть, Лена Викторовна, Светлана Гершина подключатся. Может быть, мы все-таки укрупним наши данные и напишем о том, о чем сейчас было сказано так высокопрофессионально и блестяще. С удовольствием. Если нет, просто нам вот в журналах не хватает профессионального взгляда. Мы пишем, например, в нашем журнале ВИЧ-инфекции и иммуносупрессии в основном пишут либо инфекционисты, либо смежные там специалисты. Но вот онкологов, которые бы писали уверенно, столь убедительно и поучительно для специалистов мало, а этого крайне-крайне не хватает. Я не знаю, как вот в профессиональных, вернее, в профильных онкологических журналах много ли публикаций на эту тему. Честно говоря, не знаю, я не анализировал. Но думаю, что тоже немного. Поэтому если мы уже третий или четвертый год собираем специализированное наше заседание, может быть, подойдем к этому вопросу? Я очень хотел бы, как замглавного редактора журнала, увидеть вас в качестве соавтора в нашем журнале. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.